Я-то видела вопрос, а нельзя ли сделать ролик на норвежском языке. Моя аудитория русскоязычная. Моя цель – оборотная сторона медали благополучия в Норвегии. Норвежцы знают об этом все сами. Если норвежцев интересует, что я говорю, переведите им. Автор, потерпите немного, скоро для детей Донбасса все закончится. Правда, не знаю, что будет с их родителями, но с ними будет все в порядке, сирот мы не обижаем. Я догадываюсь, кто вы. Вы уже достаточно сделали для детей Донбасса целые аллеи этих детей. Вас вводят туда, носом тыкают над гробные камни. И судя по тому, как вы отходите, сдавая позиции, прикрываясь мирным населением, стреляя по ним кассетными зарядами, даже те, кто стоял с плакатами, понимают, что вы сделаете с детьми Донбасса, если вас спустить туда. Именно поэтому российская армия сейчас там. И не тешьте себя надеждами, что вам это спишется со счетов. Забудется, не найдут Норвегии или в другой какой-то стране. Военные преступления не имеют срока давности. Живите с оглядкой. Дождутся Брейвика нового. И старый Брейвик сейчас аплодирует стоя в своей камере. Сейчас его любимая страна занимается тем, что он и делал на острове Ое. Только он делал это лично, а правительство Норвегии руками украинских нацистов. И тренирует мышцы на любезно предоставленном ему тренажере. У него будет много работы через следующие 10 лет. Беженцы все прибывают, а он зачистил Норвегию. 2000 штук противотанковых комплексов отправлены Норвегии на Украину. Я тут записала для них видео. Российские войска получили комплексы. Спасибо, привет, Норвегия. Шлите еще. Они будут использованы для денацификации Украины. С каждым днем вижу, как меняется настроение норвежцев. Ну, судя по фейсбуку. Когда я смогла читать по-норвежски 15 лет назад, меня стали даже не удивлять, а поражать многие факты. У меня пазлы не складывались. То, что я знала о зарубежье, когда жила в России, и то, что я читаю сейчас. Зная, какая Норвегия благополучная страна, счастливое население, чистая вода, прозрачный воздух, продукты, питание исключительно полезные, медицина фантастическая. И вдруг вижу информацию, 30-40% норвежцев заболевают раком в течение жизни. А лидер молодежной партии подтверждает, парадокс заключается в том, что самая богатая и счастливая страна имеет самое болезненное население в мире. Но вы помните о команде астматиков, выступающих почему-то на Олимпийских играх наряду со здоровыми людьми. Удивило и количество особенных детей. Когда я задала вопрос о раковых больных мужу, он сказал, что это якобы из-за Чернобыльской аварии. Ветер дул в сторону Норвегии. Не стал доказывать, что подобная статистика была и до аварии. Но окей, пусть будет так. Так вот, после того, как российские войска вместе с украинскими стали охранять атомную станцию, уже тогда стали подтягиваться статьи на тему, а не спасает ли нам Путин жизнь. А теперь и новые сведения о лаборатории с разработкой биологического оружия. Каждую неделю предоставляется все больше документов, и это не пробирка Паула. Они будут предоставлены на обсуждение тем странам, кто еще не был в курсе этого. Так как там были образцы коронавируса, а Италия и Испания, пострадавшие по большей части, намного ближе к Украине, чем китайский Ухань, то у Китая возникло много вопросов на этот счет. Я знаю, что россиян ограничили также с ТикТоком, с доступом к ТикТоку. Мне интересно знать, кто из россиян меня смотрит, ну и другие спост советского пространства. Если можно, в комментариях поставьте просто флаг страны. Спасибо.